Это не палочка, но смотрится классно, да? А это палочка с сабоярди, низкокалорийная, десерт, который я рекомендую своим участникам марафона стройности. Вот в одной такой палочке всего лишь 4 килокалории, представляете? Ну вот такой вот просто десерт, да? Мы таких десертов можем есть в день порядка 5 штук, не считая еще там белка, сложных углеводов, клетчатки. Опять же с приемом пищи делаем, ну конкретно я. И вот такие вот вкуснейшие десерты еще у нас идут на десерт. Здравствуйте, можно оплатить марафон заранее 9 марта? Смотрите, марафон у меня следующий будет, марафон стройности у меня будет 9 марта. Стартовать следующий, да, только вот ближайший самый. Потому что в этот ян уже набор закрыт, который сейчас идет. Вот, и, соответственно, оплата после 25 февраля все-таки. То есть вы мне пишите в директ или ватсап, я скидываю ссылку, описание марафона. И, соответственно, после 25 февраля я принимаю оплату и уже включаю в аккаунт марафона. А марафон проходит в формате прямых эфиров, сториз, посты. Вот, и, соответственно, у меня марафон больше как обучающий. А сделайте чуть-чуть потише. Так, Бетти, иди сюда. У нас вчера, блин, мы были на Волжино. И у нас сегодня, вчера было все нормально с собакой. У нас же вот любимец есть домашний. Бетти, иди сюда, моя рыбка. Да, она, ну, идет в курсе. Ну, Бетти, Бетти, Бетти. Короче, сегодня вот мы были. Бетти, иди сюда, я тебе что дам. Вот, вот она пришла. Иди сюда, моя девочка. Ой, блин, она, у нее банк что-то развязала. Порода, скажи, привет. Привет всем. У нас порода собак у нас Йоркширский, Терьер, девочка. Скажи, приветик. Вот, и она у нас что-то сегодня утром. Вчера было все нормально, а сегодня утром она у нас начала хромать. Вот, и вообще не давала дотрагиваться до больной ножки. Супругу ее повел, вот мы проживаем на улице Мичурина, да, и рядом с нами находится клиника Анникова. Очень хорошая ветеринарная клиника в нашем городе Саратове. Вот, и, соответственно, супруг ее туда повел, потому что, ну, мало ли что. Мы побоялись вдруг клещ, вдруг там что-то такое. Короче, решили не тянуть дело. Вот, и муж с ней пошел в эту ветеринарку. И что сказали ветеринары? То есть вот такая вот порода собак не должна весить более трех килограмм. Ее взвесили, она оказалась с лишним весом у нас, эта девочка. Она весит у нас 3200. Поэтому Бетси идет вместе с нами на марафон стройности, да, Бетси? Ты что отвернулась? Будешь есть вот такие вот вкуснющие десерты, вот такие вкуснющие десерты, и будешь стройной. Вот, будем мутить тебя правильно питаться. Никит, а принеси мне, пожалуйста, пакетик, стоит бикини-поинт вот в коридоре, там с топиком. Принеси, пожалуйста, этот бумажный пакет. Так, ну что, мы с вами сегодня тут, конечно же, собрались по случаю розыгрыша, вот, ну и просто по случаю поболтать. Вов, ты мне что там, ты вопросы читаешь какие-нибудь? Нет, пока вопросов, но это отлично. Вот, мне сейчас помогут тут самые красивые девушки, гордо Саратова и Пензы. Нет, не аромагалерея, бикини-поинт, бумажный пакетик должен быть. И там топ, такой спортивный, красивый, от Labella Mafia. Вот, короче, собрались мы здесь по поводу, по поводу розыгрыша. Смотрите, какие у меня ногти шикарные еще, да? Я столько комплиментов вообще просто услышала вот за, буквально вот за три дня, когда сделала вот эти вот ногти, что вообще, говорит, просто вообще необыкновенно. Необыкновенный маникюр, очень самой мне нравится. Вот еще раз вам похвалюсь, да? Камни Сваровские у меня на ногтях, вот. Вот такие вот ноготочки сделала мне кудесница по ногтям бика. Как кормить собачку? Кормим собаку, в принципе, кормит собаку муж кормом таким хорошим. Сейчас он покажет корма. Два раза в день кормим, но, наверное, он ее все-таки перекармливает. То есть у нас стоит миска, плошка, там вода и на другой стороне плошки корм. Так, ну смотрите, значит, розыгрыш у нас вот этот вот топ от Bikini Point. Вот этот, так, ну-ка. Ага. Вот этот корм у нас, он называется Grand Dorf. Это премиум корма для маленьких пород собак. Вот, это у нас там темный рис с ягнятиной, по-моему, типа того. Вот, и, в принципе, ну, наверное, перекармливаем, большой дозу даем. Так, смотрите, значит, розыгрыш у нас сейчас будет методом, методом тыка. А вручальное кольцо носите? Нет, не ношу. Ну, от случая к случаю, ну, я как-то не ношу. Да, тоже, у меня оно большое сейчас. Да? А, тебе вообще оно большое? Вот у нас тут Владимир, брутальный мужчина, я тебе показываю, поздоровайся, скажи всем привет. Всем привет. Да, в модных шортах. Так, Никит, а вы сейчас нам поможете и поедете тогда, да, чтобы вас не задерживать? Все, тогда давайте сейчас сделаем дело, а потом буду отвечать на вопросы, да? Короче, вот такой вот классный топ, новый совершенно. То есть, здесь вот этикетка есть на нем, на этом топе. Топ производства в Бразилии, это Labella Mafia. Представлен он на Labella Mafia 26 Bikini Point и Imperial Summer Пятигорск. Кстати, там вообще нереально крутые купальники, сейчас со скидками до 80%. Такой размер костюма. Вот этого? С-М. То есть, в принципе, на М тоже будет хорошо. С-М. Так, я, короче, все это вкладываю. Что, вы прогрузил-то, да? Так, вот у меня тут помощница. Зависали. Да нет, у нас отлично все вроде идет. Нет, ладно, эфир не зависает. Нет, не зависает, я даже слежу по участникам. То есть, когда, если эфир дурацкий, то участники уменьшаются. Короче, от Bikini Point, вот я сложила. Мы сейчас что делать? Давайте я, наверное, вот сейчас переведу тогда на телефон Юли. Давай вот сюда, да? Сейчас, да, да. Я переведу, смотрите. В принципе, там, наверное, там немного комментариев, да? Сколько там комментариев? 500. Так, слушай, ну тогда нам, наверное, хотя бы двух надо выбрать, да? Ну давай, как всегда, корових выберем, но все. Слушай, подожди, а нам надо еще просматривать, чтобы у нас не было как... Нет, и сразу... Нет, смотри, сразу просматривать. Там надо было, чтобы были подписаны на LaBella Майк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Потому что, чтобы пользоваться программой, надо давать доступ к коду, грубо говоря, своего аккаунта в Инстаграм. Этого я делать не буду, поэтому программу никакую я закачивать не буду. Юль, да? Вы тогда разыгрывали, то есть ты сказала, да, что вот какая-то Лиза есть программа, но она запрашивала доступ к твоему аккаунту, да? То есть хрен его знает, да, чтобы зайти, то есть мне это абсолютно не нужно, вот, чтобы там кто-то знал мои пароли и кода. Применяете БАДы? Нет. Ну, какие, то есть БАДы, что вы подразумеваете под БАДами? Это, конечно же, Омега-3 БАДом является, то есть я пью комплекс Омега-3 и комплекс витаминов и минералов, то есть я пью, да, вот обязательно, потому что питание все-таки имеет достаточно низкую калорийность, вот, то есть мы находимся с участниками марафона стройности в коридоре, wl bac. Спасибо. .ру подписан ли этот человек и на лабелла мафии 26 подписан ли этот человек и троих выберем и напишем на бумажках и соответственно потом выдернем один листочек блин тут вся семь вы представляете то что я хочу сказать а вот кто ведет кто ведет свой аккаунт в instagram кто часто проводит прямой эфир тот я кто проводит розыгрыш что тоже я очень большая нагрузка очень вот одна бы я вообще не справилась ни в коем разе то есть мне помогает вы видите раз два третий человек лежит на диване я и бать и пятая так но все так я перевожу я перевожу так вот телефон да тут вот наша красотка так все погрузили так и пошли да так 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 но ты вернись началу там все-таки люди молодцы кто я вот вообще и поставил кто первый поставил сейчас стоп так вот создавая этот так ирина королева ирина королева ирина королева вот она тут два да так подождите она отметил 2 от ирина королева 8186 так юля мы сейчас можем вообще отследить кто первый мне вообще написал самый первый человек там не написал можем а вот я хочу я хочу кто самый первый мне написал комментарий вот когда я выставила пост то есть давайте сделаем так еще одного сейчас методом тык тогда то есть будут трое кто написал самый первый так ты смотришь да так 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 да давай сейчас еще тогда выберем да и потом 1 тогда человека да можно оплатить так марафон можно оплатить до 9 марта спасибо большое спасибо иду на следующий марафон отлично спасибо это не лениться и готовиться да не надо ничего тут готовить абсолютно вот этот разве десерт разве он требует готовки он абсолютно не требует никакой готовки то есть это творог обезжиренный это ягода и палочка савоярди все какая готовка то есть абсолютно так может быть у меня еще очень много спрашивали по поводу моей квартиры вот пока не так тут сейчас все изучают то есть вот этот королеву подбить ими так на бикини подписано так отлично роль и лабелла мафия нижнее подчеркивание 26 тоже есть так пишем ее на бумажку юрёб пиши написала да так ну теперь давай тогда крути крути тогда еще крути вот мне сейчас что так все так круче 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 кру 500 комментариев конечно тут дело да то есть давай нам в конец крути 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 там комментариев полно полно да так почти на нее же она 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 же слушайте но это надо же я чет прям шоке ё-моё так но значит все а ты чё как это гутяши штор болит так ну давай тогда первого человека слушайте вот мы это все не специально делали то есть вы видели да то есть юль просто нет сейчас смотри то есть все у нас есть то есть вот королева будет и теперь посмотри кто вообще самый первый что-то у меня вот сейчас просто такая мысль промелькнула мне кажется вот кто самый первый мне написал комментарий когда я выстрела этот пост тот молодец точно то есть ты можешь это определить даю кто первый был ну подожди нет 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 вот проверяйте ее вот юли 0504 вот давайте ее проверим до двоих отметил подписан она или не подписано на аккаунт бикини и лобала мафия да вот у меня такой халатик но вообще это и халат я его ношу вот это это туника вообще пляжная туника то есть я ношу еще ее как халат дома и вместе из такой же ткани повязку очень красиво такая широкая повязка на голову то есть вот вот таким вот образом она не всегда такая дома скажу честно такая дома красивая спасибо да покупала в саратове покупала в саратове наверное когда прошлом летом я покупал ночью так лабелла 26 лабелла мафии нижний подчеркиваем 26 есть и бикини тоже она подписана да так но все значит пишите вот этих тогда двух участниц на листу арки сказали что ее сажать на диету так чтобы эти будет участница моего марафона стройности но это шутка а вот и соответственно сказали что подавать я обезболивающее и вот он наверное может быть подействовало обезболивающее я не знаю где ты моя шляткая но вот быть вроде бы как целая невредима да вроде бы как она и ходит уже на четырех лапках нормально все но я так думаю на обезболивающее все таки действует вот так ну что еще что еще вам показать но ты знаешь это на всех когда не угодишь да на всех не угодишь чек был активный то есть мы крутили крутили вот так вот выпало что мы теперь можем сказать и сейчас мне пришла в голову идея почему мне еще одного человека то первый написал комментарий правильно мне кажется тоже нормально да почему бы и нет вот так давай положи и пусть вот никит сейчас он там лежит пусть никита вытянет вон там она вот десерт какой-то у бомба ну давай так действительно давай вытягивай отворачивайся все давай так ну-ка а а а все короче юлия 0504 все уходит вот видите как судьба она так сказать выбралась человек то первый написал мне комментарий так что мы вас поздравляем топ от бикини point точка руи от лобала мать и 26 уходит к юлии 05 еще раз вот этот вот аккаунт у юлии 0504 я ее отмечу у себя и соответственно соответственно так ну все мои дорогие вам большое спасибо я сыну говорю с юлей они помогли прям отлично нет я не буду заканчивать то что никита вы если хотите можете ехать все давай все пока да не прощаемся так рецепт десерта а рецепт очень простой берете обезжиренный творог берете обезжиренный творог я взяла вкусный день мягкий творог очень а кстати еще мне нравится вот такой вот сейчас покажу вот такой вот фит-парад можно им воспользоваться если не хотите сладкого пожалуйста ради бога а можете вообще не воспользоваться сахарозаменителем а если вы прошу сахарозаменителя можете добавить сахар в творог а можете вообще ничего не добавлять вот потом что сюда добавил я сюда добавила я гадусы нравится мне свежие ягоды очень я добавила голубику и малину и украсил вот такой вот одной вот палочкой сабоярди и получился вот такой вот очень вкусный низкокалорийный десертик но я бы сейчас есть не буду знать почему потому что скажу честно я только сейчас поела только сейчас вот буквально полчаса тому назад у меня был прием пищи и десерт десерт я обычно ем после приема пищи в течение там минуты-пяти то есть у меня он десерт идет совместно с приемом пищи вот и поэтому соответственно сейчас есть я буду только через три часа это уже у нас будет в саратове так через три часа в саратове будет где-то короче мне нужно будет есть в 23 30 вот и поэтому соответственно вот такой вот десерта я заточу на ночь вместе конечно с приемом пищи с вкусным так ну что давайте тогда почему только вопросы озвучиваешь дорогой а как же наши комплименты июля да вот почему-то комплименты не озвучиваешь ему мне мне делают комплимент а ты молчишь ничего не говоришь вот сейчас меня тут спрашивают девочки вы наращиваете ногти в смысле наращиваю это ногти мои но они покрыты гель лаком то есть соответственно наращивал я но ногти как-то раньше но это было года наверное три тому назад мне делали типса на ногти то есть да было такое наращивание с помощью типсов и я достаточно долго это делала но теперь вот то есть это мои ногти родные покрытые гель лаком и хожу я где-то примерно наверное недели три-четыре я вот с такими вот с гель лаковыми ногтями скажем так вот так сейчас дальше читаю вопросы сейчас дальше читаю вопросы вы не носите обручальное кольцо охрен его знает почему я не нашу я вообще стараюсь как-то обходиться я не знаю прям минимум украшений нашу последнее время те которые мне удобны кольцо обручальное мне скажут честно немного великовато вот и ну в принципе я ему когда нашу когда и нашу на побольше части я его все-таки не нашу не знаю почему а муж носит всегда он без него просто жить не может название этих палочек это палочки соваярди от эксцесс-фри производитель такой есть эксцесс-фри палочки своярди в годах с мужем а вот угадайте какая разница у нас в годах с мужем угадайте муж вообще моложе меня ну практически у нас можно так сказать и нет никакой разницы вообще абсолютно так какой хочет юленька платье ой спасибо большое спасибо большое какой хочет платье скорее всего я не буду раскрывать секреты да но в принципе мы уже определились скорее всего это будет а-образный силуэт и будет платье белое потому что мы мерили платье уже была примерка вот мы просто наверное определились все-таки с фасоном определились с цветом то есть белая белый цвет я очень к лицу и а образный силуэт вот такой вот будет фасон платья там уже все дальше нет больше не распространяться не буду все будет так сказать уже на свадьбе всем плохим бабам спасибо размер какой костюма я уже сказал да эстера м так с вами на 9 килограмм кисловодску кисловодску тоже привет тогда да да все хорошо так купальники это актуально так по поводу купальников я тогда чуть позже наверное вот после эфира еще выложу ссылку на где вот купальники купальники еще бомбические это марка империя of summer и по-моему у нее аккаунт называется империя of summer пятигорск вот аккаунт в instagram забейте у нее сейчас там бомбические скидки купальники вообще офигенные где-то по три по четыре тысячи которые там стоит там 10-15 поэтому рекомендую я у нее сама покупал купальники и прям очень очень довольна никаких бадов так это я уже ответила хочу 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 так и так так я не знаю никакие диеты я вообще не придерживаюсь уже лет шесть или семь как диета я считаю что это вообще бесполезно это вообще полный порожняк сидеть на диетах толку никакого вообще то есть когда идут ограничения это путь к срывам стопроцентной это путь к тому что в результат после диеты будет еще более плачевнее чем до диеты то есть нужно просто поменять образ жизни поменять образ жизни и в питании поменять образ жизни и в мышлении поменять образ жизни наверное в движении чтобы вы больше двигались употребляли пищу полезную для вас для вашего мозга и для вашего организма умели употреблять пищу вредную знали сколько вредной пищи вам можно съесть без вреда для здоровья для фигуры и все и то есть жили в гармонии с собой диеты это все 0 я сидела на диетах до 40 лет была постоянная прибавка в весе если брать года то есть каждым годом у меня шел плюс то есть и я поняла что это ничего не работает то есть никакого результата в результате достигнута мной не было я катилась в яму как и большинство тех кто сидит на диете так солнечные очки я последние две модели купила в сумме в москве вот неплохая коллекция у насти випру вот я к ней пойду в пятницу покажу вам они офигенные очки мне очень понравится tom ford за время марафона реально это прям гарантия это минимум 3 килограмма минимум это гарантировать 3 килограмм а так 4 3 4 килограмма это вообще за месяц это будет отличный результат если вы за месяц сбросите 3 4 килограмма за марафон 3 килограмм это минимум кстати вот я наверное я не знаю скидывал я вот аккаунт или не скидывала то что мне пишет одна участница марафона хотела похудеть на 2 весила 57 похудела значит на 3 килограмма и вот она ест и пьет и чё только она не делает и она не может набрать вес не может набрать вес и пишет о я не заболела ли я то есть он на нашем питании еще так раскручивается метаболизм что вы даже не будете потом соблюдать но вы так раскрутите метаболизм что у вас все равно вес будет держаться вот какая девушка мне написала но не знаю посмотрим все равно принципе если вы переедаете если вы пьете алкоголь едите много полукалорий мало двигаетесь то есть однозначно рано или поздно метаболизм у вас замедлится и соответственно вы опять наберете вес вот заболела это понятное дело если бы она написала что вот она весила 57 участвовал меня в марафонах и теперь весит 37 не заболел да я бы сказал да вы тогда заболели вот ну а так как она весит вообще нормальную цифру то есть я считаю что все у него отличная молодец так очки я их туда-сюда мотаю но по крайней мере я себе нравлюсь сейчас даже как я выгляжу в очках просто них отсвечивает эти дядю 2 все идем идем ладно вот короче смотрите по поводу очков очки вообще на самом деле шикардос это это геоз и покупала я их в оптике мне буквально за полчаса вставили вот такие вот шикарные линзы а это оптика кларте называется оптика кларте и находится она на улице рахова напротив галереи каштан это рахова и мирный переулок если быть точнее по моему мирный переулок дом 8 вот там шикарная оптика вообще самой дешевой цены в нашем городе и самые классные мастера шипилова леночек привет моя дорогая вот так гормональные препараты я наверное даже больше как не с тренером занимаюсь а я занимаюсь наставником вот у меня есть наставник да я с ним занимаюсь одна бы я не смогла проводить такие тренировки какие я провожу с вместе с подруководством владимира кравцова так подскажите могут ли влиять гормональные препараты на процесс похудения ой вы знаете как вы допустим лично на меня влияют гормоны да тот же там вот пмс на меня влияют тем что у меня повышается аппетит повышается аппетит и кто вот говорит что на них очень влияют гормональные препараты и они типа набирают вес они не могут похудеть я отчасти согласна с тем что неправильно подобранная гормональная терапия может вызывать повышенный аппетит и тут вот есть такое и тут конечно очень тяжело с этим справить если у вас повышенный аппетит и вы постоянно хотите есть это вообще труба очень тяжело тогда то есть как-то придерживаться допустим низкой калорийности да вот но от того что если у вас все нормально если вам все правильно подобрали то это лишь отговорка что вы поправляетесь из-за приема гормональных препаратов это очень часто списывают многие девушки женщины да и мужчины тоже на то что у них генетика на то что они значит что потребляют гормональные препараты на возраст женщина еще на то что вот мы же рожали были роды поэтому поправились на самом деле знаете как вообще очень все легко и просто выяснить на самом деле от чего вы поправлять вообще элементарно хотите я вам расскажу как сделал это я короче я взяла я взяла блокнот я взяла блокнот и я взяла ручку я купила себе весы электронная блин такая девушка красивая да короче я себе купила электронные весы настольная и я все продукты которые я употребляла в день я честно их взвешивала и я честно записывала в этот блокнот в течение всего дня то есть вот допустим беру конфетку взвешиваю конфетку пишу там одна конфета коровка 90 килокалорий ем семечки взвешиваю пакет семечек гудок пишу там калорийность 900 там килог 600 килокалорий в 100 грамм короче я все подписала в течение дня по честному обычно как же мы ой конфеты коровка силу и да не буду я писать да чё там да нет ничего и таким образом а то есть вы сами себя обманывайте когда я все записала блокнот и вечером я села вернее не вечером а утром потому что я ел еще и там в десять вечер в один семечки семечки мне очень нравится процесс семечки значит все гудока прям две пачки улетал за вечер только так короче у меня получилось что я в день съедала две с половиной тысячи килокалорий причем съедала это было так и знаете грубо сказано в плане того что я на следующий день сказал что я ничего не ела как говорит большинство я вообще ничего не ела что там это там семечки орешки туда-сюда конфетка то есть вот таким образом 200 тысячи килокалорий я употребила в день и хочу сказать знаете у меня у меня основной обмен это то есть сколько калорий тратит мой организм в состоянии покоя называется основным обменом то есть мой основной обмен это 1447 килокалорий но грубо говоря тысяч 1400 килокалорий у меня основной обмен веществ то есть я веду принципе малоподвижный образ жизни да ну пусть там еще там плюс 200 килокалорий да это есть обмен веществ там пусть у меня будет там 1600 и как вы думаете что будет с человеком который употребляет две с половиной тысячи килокалорий что с ним будет конечно будет поправляться он будет управлять у меня он и сегодня был тоже это элизабета франки моя любимая марка одежда элизабет франки вот купила буквально неделю назад муж ругался гроза чем-то так дорого купила этот костюм зачем-то дала столько денег но то есть костюм на самом деле не костюм а комбинезон да а ты жалеешь то есть он не делает комплимент вот этот вот чувачок я ему сегодня очень понравилось в этом комбинезоне давать его на ночью вон она ночью так но там не тут помогает на самом деле как узнать свой обмен вещества основной обмен веществ как узнать для того чтобы вам его узнать на марафоне я вот давала формулу участника марафона как его высчитать она вообще принципе много способов они все будут приблизительные но более-менее вы выйдете на цифру я думаю длинный короче короткий это zara комбинезон zara но я его потом перешила по своему так сказать вкусу я отрезала шорты шорты мне отрезали они были подлиннее маленько это комбинезон короткий это zara а длинный вот тоже красивый от которого муж тащится я сегодня в нем было в аром галерее это элизабет франки так смотрите значит так как посчитать свой основной обмен веществ еще раз говорю это основной обмен веществ это килокалории показатель килокалорий сколько у вас организм затрачивает энергии на килокалории на подожди как вы считаете основной на в состоянии покоя сколько энергии затрачивает ваш организм в состоянии покоя грубо говоря на свое функцилирование да то есть есть формула забейте вот этот вот вопрос то То есть там вам нужно знать ваш рост, и вам нужно знать ваш вес. И, соответственно, там формула. То есть, опять же, там мужчины, женщины разного возраста, и, соответственно, для разного возраста своя формула. И по этой формуле вы вычитываете, кстати, есть, по-моему, три формулы такие, которые на самом деле, то есть более-менее приближены к реальным показателям, да, то есть хорошие формулы. То есть можете их все три просчитать, вывести среднюю, да, вашего основного обмена веществ. И еще есть его прекрати, а. И еще есть, значит, дополнительные коэффициенты для того, чтобы высчитать уже обмен веществ, которые у вас, ну, в течение дня. Потому что состояние покоя-то одно, да, а если вы еще в течение дня, то есть разгружаете вагон, да, или там у вас такая умственная деятельность очень активная, и это все, соответственно, раскручивает обмен веществ, то есть обмен веществ – это другая цифра. То есть умножьте на этот коэффициент и узнаете свою цифру обмен веществ. Следующий марафон, опоздал на это. На этот, да, позовок, прекращай, я не могу на это смотреть. Спасибо. Следующий марафон будет 9 марта, будет он 21 день, и буквально через неделю будет еще один марафон. Потому что весна, все хотят худеть. А девочки, кто участвует в марафоне, не рассказывайте, пожалуйста. Конечно, я не буду рассказывать. Зачем надо мне, люди заплатили день? Какой рецепт, рецепт чего? Десерт. Нет, смотрите, я вот сейчас вот поделилась, я, естественно, тут я не говорю никакую громовку. То есть вот так вот выглядит десерт, а что там, в каких громовках, и как это вообще все высчитывается, и на сколько килокалорий десерт. Конечно, я все более подробно рассказываю в марафоне стройности. И я абсолютно сейчас не вредничаю, ничего, что я не скажу. Не из-за того, что мне это жалко, и, конечно, мне для вас ничего не жалко, мои дорогие подписчики. И кто за мной постоянно следит, кто смотрит мои сторизы, уже похудели без всяких марафонов, из-за того, что кто внимательно следит, все равно где-то что-то проскальзывает, и, по крайней мере, человек может даже по порции сориентироваться, да, что чего ему положить. Вот, просто люди мне оплачивают марафон стройности, и, конечно, не хотелось бы участников, чтобы я давала информацию. Где вы купили компес сегодня, в котором были. А, ну вот, вот это вот Элизабет Франки. Вот, это Элизабет Франки. Владимир, как Шерн, стон, ноги перекидал, да, Владимир такой. Угадали, угадали. Слушай, Вов, ну ты, может, сядешь ко мне, Вов. Ну, давай сюда садись. Покажи, пожалуйста. Так, сюда садись. Да, сюда сядь, пожалуйста, со мной. Я сейчас попрошу в эфир Володеньку. Давай, Володя, Володя, заходи. Вот, давай, заходи в эфир, то есть подписчики. Батя, я извиняюсь, да, подписчики просят. Уж больно всем нравится, как мы с тобой вместе ведем эфиры. Вот, не очкин, да, сейчас к вопросу. Зачем очкин? Ну, давай, я буду в очках. Какая тебе разница? Ну, ты плохо читаешь. Ну, ты хорошо читаешь, давай. Ты тогда прокручивай. Ты будешь десерт есть, нет? Нет, я. Вот, пришел Володя. Здрасте, всем здрасте. Да, а то он, значит, сидит такой деловой. Так, ну ты что, похож на шарпейта, нет? Да. Ну, есть чуть-чуть, да? Ну, я и думаю сейчас. Так, ну-ка, если тебе вот так сделать, смотри. Вообще бомба, да? Да. Слушайте, ну, на самом деле, да, на самом деле, я хочу сказать одно. Ну, мои шутки не 18 лет. Не, ну, ты же тебе сказали, ты молодой мужчина, а выглядишь на 60. Она просто хочет секс. Она не доебанная баба, она пишет. Ну, ты ладно, давай, без маска. А, она признала? Что она не удовлетворена в жизни. А, я, она поэтому, что ты не сможешь с ней, она тебе назвала, да, что тип шарпейт, да? А я обозлюсь и приеду к ней. Ой, я не могу, блин. Слушай, у меня, знаешь, еще очень много подписчиков вспоминают, вот, кто смотрел этот эфир, я сама, вы знаете, я просто падла. Вот, самый у нас лучший эфир это был, когда там через забор залезла фай, нет, вай-фай, да? Помнишь? Это был перл. Это был перл. Ну, соответственно, то есть, не знаю, наверное, на Гуа таких эфиров не получится, а может и получится. Не получится. На Гуа получится. Там нет вай-фая? Вай-фай есть, но у меня не будет в глазке вай-фай. А, да, да, да. Я же без алкоголя. То есть, Володя вообще, нет, ну, на самом деле, Володя очень хорошо юморит, когда у него есть вай-фай еще вот здесь. Адреналин, адреналин. То есть, таким образом, сейчас я вот тут вот телефон еще в зарядку рублю, то есть, ему нужен еще маленький адреналин для того... Ну, это как любому человеку. Ну, я тебе хочу сказать, что у тебя все равно, мои подписчики сразу вот цепляют, когда ты пьяный. То есть, мне, да, говорит, что, Володя, говорит, поддал, что ли? И чем? Ну, ничего. Зачем это надо-то, я не пойму. В смысле? Зачем? Ну, зачем выходить и под шофе общаться с публикой, я не пойму. Зачем это надо? Ну, зато есть что запомнить. Флайл нет, вай-файл. Ну, то есть, если бы ты был трезв в этот момент, то такого эфира не получилось, да? Ну, может был, лучше был, может был. Ну, я не могу еще ответить. Ну, а что тебе дает алкоголь? Вот на моем марафоне стройности вообще под запретом алкоголь. То есть, мы все едим, все мы употребляем, и вот такие вот и десерты, и выпечку, и шоколад, все. Ну, в определенном, конечно, алкоголь под запретом. Что тебе вот лично дает алкоголь? Я расслабляюсь. Да? А ты что, напрягаешься сразу? Ну, я напрягаюсь, но у меня еще внутреннее расслабление идет. От алкоголь, да? Я люблю выпить, виски, сесть, покурить, спокоен. Помнишь, как у Наташи генерал говорил, да, вот еще одна тут сидит, она любит погулять, выпить, да? Ну, вот мы с ним сядем, выпьем, и болкаем до утра. Угу, понятно, так. Ой, Бетти, что творится, что творится? Вообще труба просто. Так, ну что, я еще хочу, вот я не всем ответила, да, не всем я ответила, мои дорогие подписчики, я все-таки вам хочу сказать еще большое спасибо за поддержку. Вот когда я выставляла пост, то, что вот Володю моего обидели, Бетти, нельзя сказали, что... Он меня там обидел. Нет, ну это, по крайней мере, мое такое мнение, что вот такой вот отзыв дурацкий написал, да, про тебя, вот, клуша одна. Вот, ну, понятно, что у каждого свое мнение, но я считаю, что это вообще даже неприлично. Так, и вот хочу, что я хочу сказать? Я хочу сказать всем огромнейшее спасибо за то, что, то есть вы поддержали, написали теплые слова в поддержку нашей пары, вот, очень-очень приятно, вот. Мой добавляет алкоголь, и при этом похудел на 20 килограмм каждый день, вес уходит. На вашем питании. Отлично, отлично. Ну, вообще, конечно, чтобы было все качественнее. Сколько дней будет следующий марафон? 21 день у меня два марафона. Где купили луноходы розовые? Монбут. А, розовый я купила в Италии на горнолыжном курорте. А так вообще, в принципе, заказывал на сайте. На сайте, посмотрите, есть такой сайт, Монбут забивается, официальный сайт этой марки, и можно там заказать. Так, какое печенье добавляете в десерт? А я не помню. Палочки и палочки Савоярди, я уже говорила в начале эфира, да. Все, вся подробная информация у меня на марафоне стройности про все эти низкокалорийные десерты, где купить, где заказать. Не надо, блокировать нельзя никого. В смысле, о кого заблокировали? Нет, ну кто гадости пишет. Нет, нет, у меня в блоке порядка 100 человек, я посмотрела, у меня в блоке вот в этом аккаунте 100 человек у меня заблокировано из-за того, что писали, значит, гадости на сексуального характера писали гадости, то есть писали оскорбления с матом, вот, и нелицеприятные отзывы прямых эфиров, то есть какую-то писали вообще чушь, несусветную, опять же, с матом, вот эти вот были заблокированы. Можно ваш любимый алкогольный коктейль, да мы коктейли не пьем, да? Нет, абсолютно, мы не пьем, мне не нравятся коктейли, мне нравятся виски, мне нравится сухое вино и Балтика номер 9, да, Балтика номер 9, слушай, как давно я не пила Балтику номер 9, холодненькая. Когда приедете в Кисловодск? В Кисловодск мы уже запланировали, мы с Ленком, с Шепиловой, мы с ней запланировали поездку в Кисловодск в конце августа, мы будем там и скорее всего быть, отстань, блин. Иди сюда, моя девочка, иди, моя хорошая. И скорее всего мы также остановимся в нашем любимом санатории Арника, вот, то есть скорее всего будет вот так вот, то есть в Кисловодск это моя любовь. И сегодня, кстати, приходил на работу Петрович, и он говорит, я прям вообще пенсионер, и он сказал, что, говорит, Юля, было бы у меня чуть-чуть побольше пенсии у супруги, я бы, конечно, уехал, наверное, вот стареть, встречать старость на Кавказ. Да-да-да, там, там, обалденно. Обалденно, очень мне тоже нравится, очень мне нравится Кисловодск, очень нравится. Так, вопрос, я еще посмотрю. Давай. В феврале будет марафон? Нет, феврале не будет. В феврале не будет, мы уезжаем отдыхать на Гуа, и этот марафон у меня закончится 7 февраля. В феврале, вы знаете, очень много праздников у нас, да? Да, то есть будет 14 февраля день влюбленных, будет 23 февраля, это день мужчин, да? А мы в самолете будем обратно лететь, 14-го туда? Да, 23-го обратно. Чтобы подарки не дарить друг другу. О, отлично, дай поцелую. Он шутит. И, соответственно, 8 марта. Ну, я вообще хочу всю Буэну поехать. Она Гавана делает на следующий год в феврале, Гавана будет. Вот я к ней поеду 100%. Она лучше. Она обещала, кстати, Ксюше сделать тур по Франции в августе, и вот мы туда поедем. Так, еще, значит, так-так-так-так-так, что я хотела сказать? Что-то я хотела сказать и забыла, блин. Кто по утрам гуляет с бетцами? Никто не гуляет, она у нас домашняя, мы ее гуляем только летом, более-менее только, когда сами хотим. То есть у нас нет ни у кого такой обязанности. Наши не рекомендуют гулять с такими собаками в зиму. Да, мы что-то вообще боимся, вот очень переживали, что вдруг у нее лапка вот отморозилась, что она вот не сломала лапку, а что вот отморозила она лапу, потому что мы ее брали с собой в Волжину, она там много гуляла, фиг его знает вот что, да, или какие-то клещи, или все. Сейчас с людьми-то неизвестно, что творится, судя по тому, что вот какой-то коронавирус в Китае. Скажите, какой бизнес открыт в Саратове. Пишите мне, у меня есть, у нас есть одно свободное помещение именно для вас, я вам помогу. Да ладно. Пишите. Нет, на самом деле бизнес, а при чем тут в Саратов? Какой открыть бизнес? Нет, ну люди в Саратове могут. Может, там помещение надо. Ну не знаю, что сказать. То есть бизнес, конечно, мне кажется, сейчас открыть вообще везде тяжело. Зарабатывать, чтобы везде есть. Для этого надо иметь... Работать. Работать и иметь бонусную программу, где вам дарят много подарков. Бальчики. Вот это... Ну что-то тут вот эта вот чушь мне несет в моем прямом эфире. Для того, чтобы везде есть, он у нас тоже очень любит ездить по ушам, так же, как и любит он везде ездить. Хочу сказать, для того, чтобы путешествовать, нужно просто много работать. Вот. То есть мы практически... Вот сейчас время... Сколько время? 21.42 в городе Саратове. А мы вот работаем. Понимаете? То есть для меня все-таки Инстаграм это работа. А для меня это приятная работа. Мне нравится формат такой работы. Причем я сегодня с утра была еще на работе на своей любимой автомойке. Встала я сегодня в 6.30 утра. В 6.30 утра я пошла. Ну, нет работы и все. Ну, как это нету? Я искал кассира, администратора, искал 3 месяца. Зарплата 2.500 денег. Это 40 долларов. И я не нашел. Еле-еле. Ну, 2.500 с бонусами они набирают. 2.500 с бонусами. А так 2.000. Ну, короче, на том, что... И еле-еле нашел за 3 месяца. Ну, что глупость. Очень многие жалуются на то, что не могут найти продавцов. Очень многие жалуются. Вот на самом деле у нас большая текучка на автомойке, то есть мойщики. Хорошие кадры нужны везде. Вчера я разговариваю в Яндексе, вот этот парень, что у него... А, слушайте, кстати, вот интересная тоже тема. Володя очень любопытный. Он очень вообще легко сходит с людьми, с незнакомыми. Может вообще начать сам вообще разговор вообще с людьми. Мы с ним ходили гулять вечером. Мы заходили в магазин Перекресток. Что-то нам полюбился этот магазин. Так, рядом с нашим домом Победа Плаза. Ну, короче, идем вечером. Туда мы шли в Парахово. Да, давали. Что давали? Ну, на это... Объявление? Да, объявление. Вот, обратно мы шли в Чапаево. И, короче, рядом параллельно на нам шел молодой человек. Как, думаю, вот многие сейчас могут наблюдать, ходят люди. В основном это мужчины с большими-большими такими пакетами. Термосы. И написано Яндекс.Еда, да? Или что там написано? Короче, еда, типа написано. Еда, еда. Я все интересовалась, что это такое вообще? Что это вообще такое? Что это у них там такое? И, значит, это типа доставка еды. То есть, какое-то есть сейчас приложение. То есть, я могу заказать вообще еду с любого ресторана по этому предложению. Да, и мне принесут. Да, то есть, там какая-то своя схема. Короче, Вова спросил у молодого человека. Говорит, слушай, а расскажи, что, как и выгодно, это, невыгодно? Он что-то с ним разговаривал. Он студент, он студент. Работает в субботу-воскресенье и по вечеру. Да. Вчера он проработал. То есть, он работает по своей схеме, когда ему удобно. Как ему удобно. Вчера он проработал, я так понял, 8 или 9 часов, заработал 1300 рублей. Я говорю, сколько больше еще работают? Он говорит, мне нужно полторы тысячи. А, слушай, ну вообще, я еще вижу, что очень многие таким образом еще передвигаются на велосипеде. То есть, соответственно, сделаем больше заказов, да? То есть, соответственно, ну у нас, понимаешь, что... Да не хотят люди. Если бы мы жили в Париже, это одно дело, там есть велосипедная дорожка. Где-то у нас больше на велосипеде есть, вот еще в чем дело. Где? По проспекту? Вот на Волжска сделан велосипедный, да? У соседа всегда толще. Ну, хватит глупости. Ты же так на меня, так посмотрел, как на дуру. Он меня это убивает, ну как делать? Ну, ладно, велосипед фиг снимал, можно ездить на машине, по крайней мере, да? То есть, если на то пошло, ну тогда ты на беде над деньги убьешь. Ну, там другая цель. Ну, короче, факт тот, что кто хочет, тот заработает. Берут шагово, по-квартальной работе, по-кварталу. Короче, 1300 он получил, да? Октябрьский район вчера, за 8 часов или за 9 часов. Нормальный заработок. Ну, короче, кто хочет, тот заработает. И копить надо, а потом дальше строить цель. Ты вспомни, мы сколько копили. Четыре утра я уже стоял в молочке, чтобы на птовку. На пирожке ездил. Мы когда с ним познакомились, у него был бизнес. Я сейчас, я не могу. Короче, у Вана был бизнес, свиней разводил. Да, в колхозе. И один прекрасный день. Ага. Короче, у него были свиней. Все же профессионалы. Был доктор, как он ветеринар называл. Он мне звонит во сколько? То есть, у тебя подожди. 12 часов ночи. У него было, короче, он держал где-то за городом Саратовом свиноферму. И он, значит, раз в неделю он ездил в Петровск свиней покупать. Да, да. Он покупал маленьких поросяков. Маленьких поросяков. Таких классных. Вот, он покупал комбикорма. И, соответственно, он, вот у него был управляющий на этой ферме. И, типа того, вот они там выращивали свиней. И вот, значит, что-то, что-то расскажи. Короче, врачице. Он мне звонит. Он же управляющий. Он же врачи. Три в одном оказалось. То есть, сколько у тебя было там свиней? Ой, много. Он говорил, порядка, ну, 110-120. 110 голов. Ну, где-то что-то такое. И он в один прекрасный день говорит, свинка обосралась. Ну, обосралась и обосралась. Ну. Я говорю, ну, ничего страшного. Туда ее, в загон. Ну. А он говорит, да ты что, какой загон? Их резать, блядь, надо всех уже. Я говорю, как мы их можем всех порезать? А мясо куда? Ну. Он говорит, куда хочешь. Ну. Вот, помнишь, я поехал. Неделю там жил, пока их квасили. А потом мясо половину выбросили. Никуда не могли сдать. Ну, короче, просто свиньи начали дохнуть. Раз. Вот бизнес, да. Вот, то есть, кажется, это все легко, да. На самом деле, каждый бизнес, конечно, тяжелый. И сидеть и рассуждать, ой, а ты вот еду уносил, там, на велосипеде ездил. Это, конечно, все. Бред себе лошади. Но мы так немного, может быть, просто вот, ну, разговариваем, да, сейчас с вами и делимся там своим опытом. И, соответственно, то есть, у него все свиньи передохли. Раз. Второе еще. Тоже столкнулись с тем, что, на самом деле, практически продать мясо, мясо продать, если у тебя вот были домашние свиньи, да. То есть, пока они там все не передохли, конечно, здоровых туш они закололи здорово, да. То есть, куда сбыть это все дело? То есть, нигде ничего. То есть, тебе предлагали, у тебя за какие-то там копейки, да. То есть, это вообще был трэш просто. Я помню, что это был трэш. И мы поняли, что... А магазин, когда у нас был молочком уже в 4 утра, я на пирожке ездил, а ты считал. Пирожок, помнишь? Мини-маркет, когда мы учились. В 4 утра уже, чтобы у вас молочком напоить. Мы работаем, в принципе, с Володей, мы работаем. Мы работаем и работали, и до знакомства работали, и сейчас работаем. Разные сферы деятельности перепробовали. Вот, и поэтому у меня лично вывод один, что кто везет, тому и везет. Вот. Во всех сферах. Соблюдайте вы питание, будете хорошо выглядеть, будете строить. Вы как будто у вас на кухне, а мы рады вас всех принять. Тренируетесь, будете отлично, у вас будет спортивная фигура. Ведете аккаунт... Холочки где купили? Уже не помню, честно говоря, в каком-то магазине, сейчас даже не помню. Значит, ведете свой аккаунт в Инстаграм, работаете, выходите в прямые эфиры, снимаете сториз, делаете какие-то полезные посты, хорошие фотографии, соответственно, у вас и будет аудитория. Свои маникюр, и кто делал, просит. Так, мой вот маникюр, очень я довольна маникюром, и делаю я в студии Вики Крамаренко. Вот такие вот ногти, и вот это, кстати, камни Сваровски. Вот. Очень я довольна, как мне все заделали, прям очень довольна. Вот, красиво, да? Очень. Очень. Очень красиво. Тебе тоже очень нравится. Давно я что-то не делаю, как-то я все, какие-то красные коралловые оттенки, а вот это вот просто прям бомба. Ой, что-то я вот сижу, как-то, наверное, неудобно, что ли, у меня прям скрутило шею, скрутило шею, Володя. Ну, у меня не надо ложить шею. Сейчас, наверное, поставлю чаек. Да я поставлю. Ну что, да, прощаемся, что ли, да, или что? Еще есть какие-то вопросы? Так, мы уже разыграли, да? Топ от бикини, поздно разыграли. Расскажите про свадьбу, какие наметки? Ребят, это на самом деле очень сложная проблема. Сейчас ищем видеографа, потому что я в свое время, скажу вам вкратце, хотел для Юленьки на Новый год. Что-то вниз смотришь, ты смотришь, ты смотришь в экран, ты все вниз. А я уже хочу вниз, как в школе учились, я там что-то еще. Хотел, нам нужен видеограф хороший, чтобы был весь укомплектованный, чтобы у него были и дроны, и все, чтобы он был. Да, напишите тогда мне по поводу вот видеографа, мы уже нашли, фотографии, фотографии нашли, а вот по поводу видеографа у нас пока еще вопрос открыт. Нужен хороший видеограф. Сейчас вот девушка говорит, видеографа скину. Только хороший надо, чтобы было с гарантией. Нет, ну подожди, опять же, для тебя он хороший, а для меня он будет плохой. Самое основное, что пусть нам тогда скинут, да, если вот кому, у кого-то есть какие-то предпочтения, да? Смайк был у нас 25 апреля. А я уже потом посмотрю профиль уже с человеком, встретимся, поговорим, переговорим, и, соответственно, с вами сделаем выводы. Предыдущего у нас пока мы забронировали двоих, завтра будем встречаться. То есть, да, вот уже просто мы пока с двумя договорились, и, соответственно... Да, скиньте, пожалуйста, видеографы, Юленьки. Так, нужно, будем определяться насчет одного. Вот, потом, что еще, ну что еще, скоро у меня прямой фига заканчивается. Ой, ничего я еще пока не выбрала, я даже не знаю вообще, что. И вот я сегодня задавала вопрос, да, в аккаунте, делать ли нам дресс-код, вот прям не знаю, делать или нет этот дресс-код. У меня очень такая девушка написала, говорит, да не нужен никакой дресс-код, сделайте просто на входе вот приятные подарки для гостей. Какие-нибудь там мешочки красивые там с цветами, с тамфетами. А координатор свадьбы есть? Нет никакого у нас пока координатора. Ну, который все вот это вот будет организовывать, все туда-сюда. А что нам организовывать? А что он больше меня организовывает? Подожди, какой координатор? То есть, по большому счету, у нас будет ЗАГС, у нас будет лимузин, ЗАГС и потом ресторан. Все. То есть, мы еще, конечно, молодые хотели венчаться, венчание по субботам не делается. Вот, то есть, венчание будет в воскресенье на следующий день. Не нужен дресс-код. Не нужен дресс-код. Ну, вот, мнение разделились, не знаю даже, что, как, будем думать. Будет дресс-код. Я бы, конечно, хотела дресс-код. Я бы хотела дресс-код или, по крайней мере, что-то, какую-то стилистику. Когда есть концепция, есть стилистика, тогда все это будет как-то покруче. Смотрите, Вова, Вова, Вов, я тебя учу. Смотри, видишь? Чего? Хотел сказать, метр сорок пять осталось. Куда, смотри. Наверх, вон, видишь, осталось. Один сорок один. Не понял. Ну, вот, смотри, вот, осталось. Прямой эфир, видишь? Наверху что пишется, видишь? 133 ну вот он мне надо если он ведет прямой эфир он иногда это подлетаешь это столько осталось у нас до конца по если ты сейчас все не успеешь сохранить до свидания вот тебе пишет осталось минута 23 давай со всем прощаться всем большое большое спасибо а значит сейчас я в stories отмечу девушку кто выиграл всем до свидания хорошего вечера не обижайтесь участвуйте в розыгрышах то есть мы все делаем честно мы все делаем на самом деле по справедливости вот ну конечно всегда будут те кому что-то не нравится поэтому ну вот так вот всех целуем всех любим большое вам спасибо пока